Вот здесь, в доме номер 16, на улице Новая, произошла эта шокирующая история. Мать двухлетнего ребёнка под предлогом, что ей нужно на работу, оставила малыша соседям и скрылась. С тех пор прошло уже больше месяца. Отец семьи, которая согласилась присмотреть за мальчиком, вспоминает, на просьбу женщины отозвались, не задумываясь по-соседски, несмотря на то, что видели её всего пару раз. Однако за ребёнком она не вернулась ни через полчаса, ни через сутки. Ну вот, белая девушка. Через... да, а вот сейчас там она не живёт. Она сказала, на полчаса посидите с ним, я сейчас приду и всё, на работу схожу. И приду до него, на двое суток потерялась. После семья обратилась в полицию. С тех пор стражи порядка ищут маму мальчика, которую предположительно зовут Нина. По словам соседей, она жила вместе с мужчиной, который снимал комнату. О нём жители общежития знают чуть больше. Он работал водителем маршрутки, а вот про женщину никто толком ничего рассказать не может. Чёрненькая, ростиком такая небольшая. Испарловия так всегда смотрела. Заселились они где-то, ой, поздно. Где-то час, ой, поздно. В час-два ночи были. Вот неделю пожили и всё. По версии полиции, женщина может быть жительницей города Шарыпова. Сам малыш, которого предположительно зовут Амит, находится в городской детской больнице. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Но если его родственников не найдут, то, скорее всего, он окажется в приюте. Полицейские обращаются за помощью ко всем жителям края, кто располагает хоть какой-то информацией о мальчике и его родне. Все, кто опознает данного мальчика, им необходимо будет обратиться в отдел полиции номер 3 Кировского района в инспекцию по делам несовершеннолетних. Либо в дежурную часть непосредственно сказать, что вы видели видео, опознали мальчика. И к вам выйдет сотрудник, который проделает все соответствующие процессуальные процедуры. Сообщить свои сведения также можно по телефонам, которые вы видите на экранах, или по единому номеру 112. Александр Ловицкий, Александр Ермошенко. Новости.